Всем привет! Добро пожаловать на мой канал снова. Меня зовут Юлия и в сегодняшнем видео мы поговорим с вами наконец-то о разочарованиях косметики этого года 2020. В прошлом видео я начала говорить о разочарованиях и это было достаточно длинное видео, как мне кажется. Надеюсь, это видео будет не таким длинным. Это не значит, что у меня гораздо больше разочарований, чем у меня фаворитов. И мне будет очень приятно, если вы поддержите меня лайком, оставите комментарий или подпишитесь, если вам интересно видеть его контент. И давайте уже начинать, поехали! Ну что, ребята, я хочу начать, скорее всего, с продуктов для лица, именно с праймеров. Мой самый любимый праймер в этом году был праймер драгстеровского бренда NUXE. Это праймер с каннабисом и он просто потрясающий, делает так, что кожа вашего лица светится изнутри, он приятно пахнет, у него такой приятный, ненавязчивый аромат, немножко как вот конопляный какой-то вот такой. Не даст вам никакой пигментации, лицо приобретает очень такой красивый оттенок, такой золотистый, золотисто-блестящий. Этот праймер у меня на первом месте в этом году. Неважно, сколько у меня праймеров в моем гардеробе косметическом, я всегда хочу пользоваться именно этим. Второй праймер, который мне тоже очень понравился в этом году, это праймер от L'Ange, который называется Glowy Makeup Serum. Как можно понять из названия, уже это может использоваться и как сыворотка, и как праймер. Все потому, что здесь в составе мы видим керамиды и также розовые бриллианты, что тоже правда, потому что при открытии упаковки вы можете увидеть в самой пипеточке очень красивые розовые, ну как перламутры в составе. Эти перламутры делают так, что ваша кожа, она сияет изнутри, очень такой мягкий, красивый эффект. Изначально я не поняла эффект этого праймера, однако через пару использований я увидела его, и тогда уже я, в общем, поняла, что мне нравится этот продукт тоже очень сильно. Наверное, это странно, но я очень сильно люблю сияющие праймеры, больше чем матовые, наверное, просто потому что я считаю, что когда кожа сияет изнутри, как будто лицо выглядит гораздо более здоровым, красивым. Кто не любит красивую сияющую кожу изнутри, не так ли? Дальше, давайте перейдем к самым лучшим тональным основам, по моему мнению, этого года. Первая основа, которая вот прям без вариантов, 100% одна из самых лучших для меня была в этом году, это стиковая основа от Huda Beauty, у меня она в оттенке Shortbread 200B, потрясающе классная основа. Это та основа, которая просто шикарно будет пользоваться каждый день, делая ежедневный макияж. Единственный момент, это то, что когда у меня какие-то есть проблемы с кожей, какие-то несовершенства у меня выскакивают, то определенно этой основы может не хватить для того, чтобы создать видимость идеальной кожи без несовершенств. И тогда в этом случае я использую гораздо более тяжелую артиллерию, а именно консилер от Tarte Shape Tape, тогда вот прямо такие супер классные все смотрятся. У меня сегодня, кстати говоря, на моем лице есть эта основа, я использую ее каждый день. Мне кажется, если я в видео не использую ее, то я использую какой-нибудь крем от NARS, либо это, другого у меня как-то не дано на самом деле, я не знаю почему. Мне кажется, если вы попробуете ее хоть раз, вы поймете, насколько она, ну прямо вот стоит своих денег. И не зря это все, потому что на Sephora эта тональная основа имеет рейтинг, наверное, чуть ли не 5 из 5. Это очень хорошо для тональной основы, учитывая, что ее прошлый тон был не так хорошо встречен фанатами Худы, просто потому что он был супер ароматизированный, супер плотный и так далее. Это вот прям что-то посередине, это стопроцентный лидер среди основ, которые я использовала за этот год. Дальше основа от Colourpop, их Pretty Fresh Foundation с гиалуронкой и, по-моему, экстрактом кокоса или с кокосовой водой, что-то вроде того. В общем, эта основа мне очень нравилась, наверное, полгода эти точно, я использовала ее каждый день, однако я потом поняла, что она такая слишком густая, что ли, то есть мне приходится ее очень хорошо растушевывать, нужно все это припудрить еще, потому что она может быть, ну не такой прям легкой при нанесении, как эта основа от Худы. Если, например, мне понадобится основа гораздо более плотная, гораздо более такая, знаете, скрывающая все недостатки, то, конечно, я буду использовать ее. Была очень долго моим любимчиком, но вот как-то сейчас я больше на Худу подсела, потому что вот у нее гораздо более классная текстура. Дальше я хочу поговорить, скорее всего, о своих хайлайтерах. Хайлайтеров у меня много в этом году было, и все-таки из всего того количества хайлайтеров, которые у меня были, есть у меня парочка самых-самых любимых вещей, 100%. Первое, с чего я хочу начать, это, конечно, Наташа Динона и ее I Need a Nude Glow. Это потрясающий хайлайтер, у меня он сегодня, кстати говоря, на яблочках щек, и я в восторге от него. Вы наносите его, и вы знаете, что вот это идеально, ничего лишнего, просто то, что нужно, тот самый идеальный оттенок хайлайтера. Как мне показалось, я использую его почти каждый день, он потрясающий. Если бы у меня был этот хайлайтер, я не знаю, год назад, я была бы гораздо более счастлива, потому что я, наверное, искала вот именно такой тип хайлайтера в свою жизнь, и я нашла его. Да, у него очень дешево стоит, по-моему, долларов 40, но вы получаете очень много продукта. Наверное, вот это номер один хайлайтер, который я использовала в этот год. Следующая палетка от Dior. Я купила ее просто потому, что у меня ни разу не было Dior-овской палетки в жизни, и, в общем, я, надо сказать, очень рада, что я приобрела ее. Я не так часто пользуюсь именно этой палеткой, как, допустим, я пользуюсь хайлайтером от Диноны, но иногда, когда вот прям, знаете, я чувствую, что мне хочется взять и использовать какой-нибудь красивый розоватый хайлайтер, или какой-нибудь золотистый, или вот такой очень интересный цвет, я его беру, использую, и я очень счастлива. Эта палетка дает вам гораздо более такой яркий-яркий блеск, сравнивая с Диноной. Продукт от Dior у меня в оттенке 004 Rose Gold, и, по-моему, очень много девушек с России, кто заказывал его, да, там, либо с американской Sephora, либо с Beauty Lish, они взяли хайлайтер этот именно в этом оттенке, ой, он очень классный, но, конечно, с Динона я не сравниваю его, 100%. Кстати, ребята, если вы помните, я говорила в своем позапрошлом видео о том, что я купила на Черную Пятницу, я купила хайлайтер от Ofre в оттенке Star Island, наверное, он очень близок к тому, что я чувствую по отношению к Диноновскому хайлайтеру, очень классный хайлайтер, я в первый раз пользуюсь чем-то от Ofre, надо сказать, я в восторге. Когда вы наносите на щечки это, люди, наверное, думают, что, вау, какой у них хайлайтер классный, посмотрите на ее щечки, то есть вот именно такой эффект это дает, я в восторге, что я купила его. Знаете, не бывает много хайлайтеров, как мне кажется. По бронзерам у меня, на самом деле, их две штуки, скорее всего, не очень много, но и немало, да. Первый бронзер, которым я пользовалась очень часто, с момента покупки, прям очень часто, это бронзер от Nablus Skin Bronzing в оттенке Soft Revenge, я делала обзор на их новую коллекцию вместе с Miami Lights палеткой. Бронзер просто потрясающий, мне кажется, из-за оттенка этот бронзер так мне прямо-таки понравился, потому что, знаете, бывают такие бронзеры, которые прям разживят, или которые делают так, что у вас очень ненатуральный цвет вот этого бронзинга самого на лице, мне выглядит это естественно и натурально, это не тот случай, я сегодня, кстати, им пользовалась тоже, и я в шоке от того, насколько, ну, он прям подходит, как мне кажется, под мой цветотип идеально. Кстати говоря, текстура этого бронзера, она запеченная, поэтому, опять же, нужно выбрать какую-то подходящую кисть, иначе вам, может быть, очень сложно доставать его и из этой упаковки, поэтому, да, такие текстуры, они хороши, но вот минус единственное, то, что вам нужно реально думать о том, какую кисть нужно использовать, чтобы правильно все это хорошо нанести. Второй бронзер от Patrick Ta. На самом деле, я изначально не поняла продукт этот, только со временем я поняла, что это за вообще классная вещь. Здесь мы видим две текстуры бронзера, в влажной текстуре и в сухой. На самом деле, влажную текстуру я не так часто использую, в большинстве своем это будет именно сухая текстура, конечно, и иногда мне кажется, что этот бронзер, он прям рыжевит, рыжит мое лицо, я не знаю, с чем это связано, но, в общем, я иногда это вижу. Вот сейчас виден такой настоящий коричневый оттенок, но иногда я вижу прям рыжину, и меня это немножко отталкивает от этого бронзера, но иногда, когда вот мне прям очень скучно с моим бронзером от Nabla, то я использую именно этот от Patrick Ta, потому что, ну, это бренд, и как бы Patrick Ta, он знает, что он делает, и у меня этот бронзер в оттенке She is so LA, и вообще это больше как румяна, на самом деле, то есть тут не написано, что это бронзер, брондирующая пудра, да, это румяна, румянами тут даже не пахнет, потому что они очень насыщенные были бы, супер коричневые, нет. Раз уж мы заговорили о румянах, давайте поговорим о них. Первые румяна, которые, кстати говоря, тоже от Patrick Ta, мне они очень нравятся, и на самом деле, опять же, изначально я не поняла их, однако потом, когда я вдруг расчувствовала их, попробовала их больше, я поняла, что этот оттенок, он потрясающий. Я не говорю о текстуре жидкой, в смысле влажной, я говорю именно о сухой текстуре румян. Вы знаете, это такой цвет, коралловый, очень освежающий цвет, который делает вас выглядеть, как будто бы гораздо более моложе, мне кажется. Я не знаю, очень естественный румянец на щеках, которого, наверное, я вот нигде не встречала. Потрясающе классный румяна. Главное не переборщить с ними, иначе вы будете выглядеть, как Марфуша, это 100%, и этот оттенок у нас She's Dead Girl, прекрасная румяна, стоит своих денег 100%. Следующая румяна, которая меня также поразила в этом году, это румяна от Tower 28, я много слышала об этом бренде, и бренд этот только недавно начал набирать популярность. И вот люди о нем начали говорить, эти румяна, они в кремовой текстуре, и они, что интересно, застывают на вашем лице в пудру. То есть, когда вы суете палец в эти румяна, вы можете подумать, но они же такие жидкие, влажные, я не знаю, как ими пользоваться. Они, наверное, сделают так, что волосы будут прикрепляться к этим румянам, но нет. На удивление, эти румяна высыхают в пудру на вашем лице, и все, вы получаете прекрасный пигмент, очень красивый оттенок, кстати говоря, это у нас оттенок Magic Hour. Именно этот оттенок нельзя купить в наборе, другой оттенок, более такой оранжеватый, можно купить в наборе. Я купила их за, по-моему, около 20 долларов, и я не жалею, потому что я, наверное, только сейчас начала ознакомиться с вот именно такой кремовой текстурой румян. Эти румяна, они у меня, ну, одни из самых, наверное, используемых, как можно это видеть, наверное, из моих кремовых румян. Дальше у меня, на самом деле, есть двое других жидких румян тоже. Первый это от Селена Гомес в оттенке Близз, просто потрясающий оттенок, наверное, он очень близок к оттенку румян от Джуэр, или Джуэр. Блаж энд Блум в оттенке Аплифт, мне они тоже очень понравились, и все эти румяна, они высыхают у вас в такую, как пудру на лице. А я не знаю, какие вот мне прям больше понравились из них всех, потому что они все по-своему хороши. Определенно, румяна от Джуэр тоже останутся в моем сердце навсегда. Почему? Потому что тут имеется два оттенка, из которых вы можете выбрать тот самый идеальный оттенок. Мне нравится, наверное, вот больше вот этот оттенок пыльной розы, что ли. Какой-то он другой, я вот такого не видела 100% в своих румянах. И, в общем, да, этот оттенок, он тоже очень красивый. Если вот вы хотите создать что-то вот такое очень легкое, естественное, то эти румяна, они мне помогают в этом каждый раз. Ну, а эти румяна от Rare Beauty, это классика. Я начала их использовать еще до покупки румян от Джуэр. И это просто идеальный оттенок на осень, да, даже на лето. Добавляют лицу тоже такой свежести, мне это очень нравится. Последний румяна, который меня очень сильно впечатлили, это румяна от Colourpop. Это было в их коллекции Garden Variety. И эти румяна у меня в оттенке Whole 9 Yards. Это просто идеальные румяна в пыльно-розовой гамме. Обожаю их. Это вот, знаете, лучшее, что происходило со мной в этом году, наверное, потому что эти румяна, они стоят не очень дорого, они стоили в районе 10 долларов. И, ребята, это вот реально, наверное, одни из самых лучших румян, которые я когда-либо покупала у, ну, такого как Драгстровского бренда, наверное. Потрясающее качество. Они не слишком блестящие, не слишком пигментированные просто в меру. Идеально на осень, и у меня уже достаточно много видных продуктов использовано. Я использую их тоже, когда вот я хочу использовать что-то вот такое пыльно-розовое в моем макияже. Просто супер. Whole 9 Yards. Запомните, ребят. Дальше самое интересное, это палетки. У меня их очень много в этом году. Вот тех самых, которые прям мне очень понравились. Первое, с чего я хочу начать, то, что мне очень сильно нравится, и то, что я использую каждый день. И это бренд Makeup by Mario. Палетка, которую я использую, когда вот я не хочу ничего делать сумасшедшего на глазах, просто обычный, такой, знаете, нюдовый макияж. А это будет палетка Master Mads от Makeup by Mario. И она идеальная, потому что у меня есть все те самые нужные оттенки для того, чтобы создать натурально выглядящий образ. Обожаю ее. Формула у этих теней просто потрясающая, очень хорошо растушевывается, и проблем никаких у меня с ней нет. Очень долгое время у меня была фаворитом палетка от Dinone ее Bronze Palette. Я ее использовала, использовала, но потом поняла, что в этой палетке все-таки немножко более такие рыжеватые оттенки цветов. Поэтому эта палетка от Makeup by Mario, это самая любимая палетка для меня на данный момент. Если же, допустим, мне недостаточно вот этих матовых оттенков из палетки Makeup by Mario, я буду использовать палетку от Jeffree Star. Я знаю, что очень многие люди, ну знаете, относятся очень плохо к творчеству Jeffree Star, но мне нравится именно формула в этих тенях. Просто выбрать теней на любой вкус. Если, допустим, мне нужен очень какой-нибудь такой темный, хороший оттенок для затемнения на моих глазах, я использую эту палетку. И она очень классная, никаких проблем у меня с ней нет, на самом деле. Единственная, конечно, его палетка с шиммерами, это просто, да, ужасная она. Эти две палетки от Huda Beauty и от Too Faced тоже одни из моих самых любимых. Почему? Потому что эта палетка от Huda Beauty Naughty. Идеально, если, допустим, я хочу создать какой-нибудь такой, знаете, повседневный, да даже вечерний образ, но в фиолетовых, сиреневых оттенках палетка, вау, очень вкусненько выглядящая, как мне кажется. И большой выбор также оттенков в ней на любой вкус и также на любое настроение. Наверное, из всех оттенков мне больше всего нравятся именно более такие глубокие матовые бордовые оттенки. А шиммеры тоже неплохие, они очень, они очень хорошего качества. Но почему-то мне больше нравятся именно матовые в этой палетке. Этот оттенок, который называется на Slippery, о котором так все много говорили, я им не пользовалась с того момента, как я сделала туториал с этой палеткой. В общем, матовые в этой палетке меня больше всего привлекают. И я считаю, что они очень хорошего качества, потому что у Huda, когда дело касается именно ее больших палеток, это как раз таки то, что вы хотите купить, потому что качество, оно безупречное. Когда вот мне хочется очень хороших сияющих, не матовых, сияющих оттенков, я люблю пользоваться палеткой также от Makeup by Mario, его Master Metallics. Какие они здесь классные, у меня нет слов, чтобы описать. И сегодня, кстати говоря, у меня на глазах имеются шиммеры из этой палетки и также матовые оттенки из палетки Makeup by Mario с его матовыми оттенками. Шиммеры, вау, это другой уровень. Изначально я также не поняла их немножко, но потом, чем больше я пользовалась, тем больше я начинала влюбляться в эти шиммеры. Они очень и очень пигментированные, очень красиво смотрятся. Это как раз таки одна из тех палеток, которые вы используете днем, например. И у вас получается только макияж. Как будто бы вы делали свой макияж 2 часа, настолько это все смотрится профессионально. Я не знаю, как Mario это делает, но вот именно формула теней у него просто потрясающая. А вот другая палетка его, которая называется Master Metals, вот именно в этой палетке вы можете смешивать оттенки и сделать также, например, один из этих оттенков гораздо более пигментированным. Я этим не занимаюсь, когда я делаю какой-нибудь макияж на повседневку, потому что эти оттенки уже пигментированы настолько, что, ну, не сравнится это с его палеткой металликов, да, отдельной. И, наверное, самые популярные оттенки, которые я использую, это розовый и коричневой, может быть, желтый. Все остальные оттенки, как я считаю, они немножко такие специфические, я бы сказала. Но, в общем, с мейкапом Mario у меня определенно нет никаких разочарований в этом году. Я считаю, что тот факт, что он вышел с этими палетками, с его новой макияжной линией, это обрадовало очень многих, но, к сожалению, не так много людей интересовались его выпуском. Вот именно я говорю о российской аудитории, но зря, потому что у него качество реально отменное. И следующая палетка, которую, как вы уже знаете, я очень часто упоминаю в своих видео ее, это палетка Pumpkin Spice от Too Faced. Та палетка, которая вот прям имеет в себе все те оттенки, которые вам могут понадобиться, или вы захотите их использовать также на повседневку, потому что я, допустим, очень часто использую вот эти розоватые, приглушенные оттенки, ну и какие-то шиммеры из этой палетки. Она идеальна, потому что мне не нужно копаться, искать какие-то оттенки, которые вот я прям хочу использовать, потому что они здесь все есть. Пахнет, кстати, она тоже очень-очень вкусно, как тыквенный латте какой-то. Потрясающая палетка. У Too Faced качество гораздо-гораздо лучше, опять же, в их именно таких больших палетках. Фавориты для глаз. Первое, о чем я хочу поговорить, это подводка для глаз от Rare Beauty. Единственный минус, хочу сказать сразу, это то, что она у меня, ну так, достаточно быстро высохла, то есть я не знаю, с чем это связано, но иногда мне приходится как-то ее мочить, ну, водой или чем-то таким, чтобы она, в общем, была такой же пигментированной, как и в начале. Эта подводка позволяет мне рисовать вот тот самый идеальный тип стрелок, и я не знаю, как это возможно, потому что мне бывает очень сложно нарисовать идеально выглядящую стрелку обычной подводкой. Мне очень нравится рукоятка на этой подводке, то есть ей очень удобно, ее очень удобно держать, это факт, и она просто, не знаю, удобна в использовании. Я ее очень долго пользовалась, и если вы смотрите мои видео постоянно, то вы знаете, что я использую только эту подводку от Rare Beauty. Мне очень многим людям она почему-то понравилась, я же от нее в восторге, я считаю, что это вот, ну, 100% моя самая лучшая подводка в этом году. Дальше для глаз, также карандаш от One Size, из Патрика Стара, для глаз, ну, и для водной линии, в принципе. Потрясающий карандаш. Не растворяется в течение дня, который остается на том же месте, куда вы его нанесли, и я обожаю его. Да, он не очень дешевый, но я чувствую качество продукта этого каждый раз, когда я его использую. Сегодня у меня, кстати, он тоже есть в водной линии, и мне кажется, это смотрится очень красиво, и немножко даже естественно. И у меня он в оттенке Busty Brown. В общем, да, я слышала, что у Патрика Стара, кстати, вышла пудра для лица, и люди просто в восторге от нее. Я еще не пробовала ее, но, в общем, возможно, ее я возьму, потому что Патрик Стар у нас, ну, очень такой известный, да, эпатажный визажист, это 100%. Дальше я хотела бы поговорить о своем консилере этого года. Консилер этого года у меня от NARS, в оттенке ванилла, и это из той же самой серии, из которой их тональная основа, прошлогодняя получается. Это консилер, который делает так, что ваша кожа сияет изнутри, и вы знаете, что самое смешное? Вот сколько я консилеров не пробовала в этом году, я всегда возвращаюсь именно к этому. Мне кажется, это все потому, что он не слишком тяжелый, не слишком легкий, то есть это идеальная текстура, которая позволит вам реально скрыть какие-то темные круги под глазами, ну, морщины, не знаю, но, в общем, 100% справляется он с кругами под глазами темными. Также использую консилер, это для того, чтобы редактировать брови, когда я их крашу, и, в общем, да, это просто идеальный консилер, я не знаю почему. У меня на оттенке ванилла, и ванилла это один из самых универсальных оттенков, который подойдет всем, кстати говоря. Мне немножко печально, знаете, что это консилер именно из люксового сегмента, потому что консилеры, они достаточно часто заканчиваются, быстро вернее, если вы часто не пользуетесь, поэтому я, к сожалению, не нашла еще консилера из дракстеровского сегмента, чтобы, в общем, быть счастливой с ним. Вы, наверное, ребята, очень много слышали про эту пудру от Джеффри Стара, постоянно спрашиваете меня, Юля, как у тебя так кожа, классно блестит, как будто посмотри, что ты используешь. Это все благодаря этой пудре от Джеффри Стара в оттенке Translucent. Эта пудра вышла у него с его коллекции, самой провокационной, вот именно с этой палеткой, и, на самом деле, я долго думала, что мне взять, чтобы у меня была бесплатная доставка, что-то вроде того, по-моему, и я взяла эту пудру, и я никогда не пробовала лучшую пудру в своей жизни. Она очень вкусно пахнет какой-то такой сахарной ватой. Эта пудра делает так, что ваше лицо реально светится как будто бы изнутри. Я использую ее чаще всего именно под глазами, сегодня я также использовала ее, и эффект, который я получаю, он всегда меня просто поражает. Ни одна пудра в моем гардеробе, косметическом не давала такого красивого эффекта, поэтому я определенно советую вам эту пудру. И еще, что очень классно, кстати говоря, что когда вы открываете эту пудру, вы видите такое разделение в ней, то есть вы можете открыть, если вам нужна пудра, ну или там закрыть, если вам тоже необходимо, чтобы она не высыпалась. Мне кажется, я буду покупать ее как можно чаще, 100%. Я бы поставила на первое место помаду от MAC в оттенке Impulsive номер 312. Это моя любимая помада, которой я всегда пользуюсь, если, допустим, я хочу быть уверена в своем луке, или если хочу делать акцент на губах. Эта помада, она такая, знаете, пыльная роза, нюдовый оттенок, розоватый, пыльный розовый оттенок, я бы сказала. Идеальный такой, знаете, нюдовый оттенок на повседневку, просто конфетка. Хоть у меня и не очень много продуктов, которые я покупаю сама из MAC, это та помада, которую я постоянно перепокупаю. Дальше. Помады от Лиза Элдридж. Это, наверное, ну, если мы не первые и не вторые, я не знаю, на каком месте их поставить, но они мне тоже безумно нравятся. У меня, кстати, сегодня помада от Лиза Элдридж на моих губах в оттенке Velvet Blush. Я считаю, что это вот самый идеальный такой бордовый оттенок, который я когда-либо встречала. У меня много было помады в бордовых оттенках, но как классно сидит эта помада. Это просто невероятно. Я смотрела недавно русского блогера, и она сказала, что эти помады не держатся на губах вообще. Я не согласна с этим, потому что они держатся достаточно хорошо. То есть, я могу, понятное дело, поесть. Они исчезнут, да, но если я буду говорить, у меня не будет образовываться такая белая линия на моих губах, что бывает с очень многими помадами, и я очень благодарна, на самом деле, тому, что этого не происходит. Потрясающие помады, которые очень, к тому же, не дешевые. Наверное, вот именно это самое любимое из всего того, что я купила. У меня их много, но вот именно, в общем, да, с этой помадой у меня наиболее хорошее отношение. У Лизы Элвридж, конечно, очень хорошая помада. Если вы не пробовали помады, то обязательно попробуйте, вы будете удивлены этому качеству. Мне кажется, что у меня еще парочка есть вариантов, которые мне очень нравятся. Помада от Lunar Beauty Many Mois в оттенке Zaya. Потрясающая матовая помада, которая не высушивает губок. Мне она нравится, но я получила ее чуть позже, чем, например, эти помады от бренда Purr, их коллаборация с Barbie. У меня все три оттенка, и я, на самом деле, в восторге от всех трех оттенков. Если мне нужно что-то более яркое, очень классно они наносятся на губы. Очень мягкие по текстуре тоже, поэтому, да, вот, наверное, какие-то вот такие нюдовые оттенки, это будут моими любимыми оттенками из этой коллаборации. Ну и, конечно, яркий красный оттенок, это тоже мой любимчик. И последнее. Мы поговорим о спреях для лица, для закрепления макияжа. В этом году у меня есть, ну, два фаворита, это точно. Первый фаворит, это спрей от Milk Makeup. Этот спрей является аналогом их праймера для лица. Он имеет такие же ингредиенты в составе, но он в форме спрея. Я вообще обожаю использовать спреи для закрепления макияжа, потому что я считаю, что это очень здорово продлевает стойкость макияжа в течение всего дня. И этот спрей, я не знаю, он очень классный. Во-первых, у него цвет очень интересный, во-вторых, в нем очень много разных, очень интересных и хороших компонентов для кожи. Ребята, работает он просто на все сто. Я вижу тот самый блеск изнутри, как будто бы, и при этом макияж, он прям конкретно зафиксировался. То есть, никаких проблем в течение всего дня у меня нет. Я бы, наверное, сравнила по стойкости макияжа после испортования спрея. Это со спреем от Urban Decay. Возможно, это, ну, что-то вроде того, что-то то же самое, но здесь нет спирта, поэтому он мне так нравится. Следующие два спрея, это от бюджетного бренда Milani. Я смотрю одну блогершу, Juicy Jazz, и она просто обожает спрей от Milani. И она говорит, что я покупаю два типа спрея. Один из них сияющий, Make It Dewy, и другой это матовый спрей. Как она это объясняет? Нужно нанести сначала, допустим, матовый спрей, подождать, там, минуту, например, и потом нанести уже сияющий спрей. Таким образом, эти спреи делают так, что ваш макияж просто неубиваемый в течение всего дня. И на самом деле, я считаю, что это работает. Реально, да. Единственный момент, такая маленькая проблемка, это то, что эти спреи, они могут сделать так, что ваше лицо будет супер-супер мокрым. То есть, оно прям, как будто вы попали под дождь, наверное. Понятное дело, что это более такой бюджетный бренд, и, соответственно, у них не такой хороший спрейер, то есть, которым вы пшитаете сам спрей на лицо. Он дает гораздо больше продукта. Эти два спрея у меня, определенно, самые любимые мои спреи, 20-20. В принципе, мне кажется, это то, о чем я хотела сегодня поговорить. Возможно, я что-то упустила, потому что продуктов было очень много, и иногда это реально сложно вот так вот сесть и понять для себя, а вот что было самым лучшим в этом году, там, для меня, да, когда дело касается макияжа, и это сложно. Я надеюсь, что я все-таки рассказала вам и показала вам то, что вам было интересно услышать о том, что оказалось в моих фаворитах в этом году. Пишите в комментариях, что вы думаете о моем выборе, согласны ли вы со мной или что-то из того, что я выбрала, в общем, не является по вашему мнению фаворитом. Мне будет очень интересно узнать ваше мнение. И да, ребят, я желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения, идеальных макияжных дней и, конечно, хороших выходных, ваша Юля. Я прощаюсь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok